Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Озвучиваем занятия в Потеряевке с 91 года были. По тематике. Сохранность. Второзаконие. 22 глава. Когда увидишь вола брата твоего или овцу, его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом твой, свой. И пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и с ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. Каждую осень мы уезжаем и наказываем вам, деревенским, присматривать за лагерным имуществом. Вот записка, которую я послал весной Игорю Барабашу, Андрею Дроботу и всем из вас, что нужно сделать, чтобы наше имущество не пропало. Открыть вентиляционные трубы на подвалах овощных, смести снег с лабаза, где продуктов много, с подвала в снег, с крыши, с потолков сбросить отраву посылаю в кульках. Готовы вы же разложить везде, чтобы грызуны не попортили у нас ничего, и чтобы этот яд на земле нигде не был, чтобы весной ваши курочки не погибли от него. Сделали ли это? Оказалось, что не сделали ничего. У нас все к маю попрело там, даже и рукой не пошевелили, а мы приезжаем только в мае. Что же вы так, любезные наши, почему вы такие беззаботные? У меня здесь две голубятни и в городе одна. Везде корм заготовлен, осталось только смотреть за ними. И тут случилось ужасное. Идет батюшка, случайно поднял голову, а голуби сидят на дому. Уже ночь, поразительный ветер, холодный. Январь месяц. Он на голубятню, на бане это, а там штук 10 задранных хорьком или колонком. Я так и вижу такую картину. Вижу, как голуби уже несколько дней сидят там. Им нельзя вернуться обратно. Там смерть. И на ветру смерть. И они глядят на вас и думают, какие вы неинтересные, безразличные люди. Мы же от вас зависим. Нас убийца истребляет. Помогите же нам, люди. Нам есть хочется. Мы уже совсем ослаблены на ветру. Помогите же, люди. А люди, такие скучные внизу, копошатся, закутались в жирную, непробиваемую, безразличную свою. И каждый подпоясался самостью. Подпоясался самостью. Подпоясался самостью. Тебя никто не поймет, что ты считаешь-то. Я уже наказывал вам сберечь голубков. Голову только поднимите, взгляните. Они вас ждут, вопиют вам. А если бы вас Бог сотворил голубями, и вас бы так же задирал зверь лютый, что бы вы делали? Поставьтесь там капкан. Я их там много оставил на такой случай. Иов. Ощупью ходят они во тьме, без света, и шатаются, как пьяные. Солом 81. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Сохранить готовое не можете. Эх вы, окаянные, православные и безразличные. Слово хранить встречается в Библии 335 раз. И сохранить 168 раз. Это нас разве не учит ничему? Как много придает Бог значение этому слову. Он сам не только сотворил мир, но и хранить его, как звездитель, чтобы все законы действовали безотказно. Вот вначале прочитали из исхода, как нужно с волом поступить, который пал под ноши, будь это даже волк и врага твоего. Волк страдает, облегчи его. И вы видите... Облегчи его. Ну что такое? Облегчи его, легчи. Облегчи его. Ты считаешь ударение на последнее. Так французы только делают. Запомни. И вы видите, голуби пропадают от зверя. Почему же видите и не бежите им на помощь? Зашли к тебе в огород случайно коровы чужие. Они зашли из-за того, что ты не огородил свой виноградник. Ты натянул проволоку, а корова ее не видит. Ты ее теперь гонишь, бьешь, а она выменем зацепилась. Она не видит проволочки твои, потому что в природе нет этой проволоки. И Бог не заложил в корове мозг, в ее компьютер такую программу. А если бы ты жертву загородил, то она бы и не зашла. Это я Виталию говорил, Виталию Стину. Вот это он все делал. Возьми часть вины на себя, и сохранишь и город, и скотину. Огород. Что это? Огород и город. Это большая разница. О сохранности вещей у скотины Моисей дал закон. Исход. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро... Просчитайте, что сбережение, и как вот умрет, как брать нужно будет. Дальше. У меня была собака черная, Берта, ученая, восточно-европейская овчарка, рослая и красивая. Поехал я в город, отдал на сохранение одному из вас. Она щенилась как раз на Рождество. Что же далее? Отнял у нее хозяин всех семи щенков ее. Семи? Семь? Семь щенков ее. Ее же так и оставил на улице. Как и было, она в конуре. На морозе до 30 градусов. И, конечно же, она сдохла. Замерзло все. В имя все замерзло. Я чуть в обморок не упал, когда мне батюшка про этот случай рассказал. Тут уже преступление. Нужно от церкви отлучать и судить судом чести среди собак. Дожились, достукались. Я ее получил в Барнауле в подарок. Она так посла хорошо. Подгоняла я гнят. Любила детей. Была такая ласковая и привязанная. Без слез помнить невозможно. Да как же вы так могли ее черстветь? Теперь только об одном нужно молиться. Чтобы вас Бог не наказал как-то сходной болезнью. Меня ужас пробирает от ваших выходок. Таких? Таких. Жестокосердные. Злодейство творите. Заплатите мне за сохранение. Даже извинений мне не принесли за гибель собаки. Поговорка говорит. Любишь меня? Люби мою собаку. Я ей иконру большую сделал. Сам и привез ее сюда. Слышишь ли, варвар? Что ты наделал? Покаяния нет от виновника. И уже не так смотрит на меня этот герой. Уже он знает, что я так ему этого преступления не оставлю. Я ее буду гнать к человечности. Буду звать любить животных, сираков. Есть у тебя скот. Наблюдай за ним. И если он полезен тебе, пусть остается у тебя. Михей. О, человек, сказано тебе, что добро еще требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Приджи. Праведный печется и от жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Поднимите руки, кто согласен со мной, что собака была именно погублена. Так почти все это поняли. Все это поняли. А по закону ты должен мне заплатить за нее. Как будешь рассчитываться? Мне нужны не деньги, а слово твое, что твоя жестокоосердность уйдет из тебя и не перейдет на детей твоих. Ты сам по себе не злой, но страшно беспечный. Если бы ты не отнял щенков, она бы никогда не погибла. В природе она, и ты не вмешивайся. У тебя и скотины много, и молока много, и отходов местных много. Чего же ради ты так вывернул, что у нее мастит и застудила соски и издохла от глупости, от тупости и от жадности с беспечностью? Это слово стали применять к женам в роддоме. Ушла на сохранение, чтобы ребенок не выпал раньше времени. У нашей бабушки было 17 детей. У моей мамы 12 и ни разу не ходили никуда сохраняться. Надо работать, больше движений, и тебе Бог будет сохранять. А не чужие дяди заглядывать в нижние двери. Узнавать, как он там лежит в утробе твоей расслабленной. Как сохранить подношения друг к другу. И главное, сохранить доброе отношение с Богом, Творцом Вселенной. Мы с Богом заключили завет в крещении, и его нужно хранить. Если будешь слушать гласа моего и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь завет мой, то вы будете у меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля моя. Вы будете у меня царственным священством и народом святым. Сей слово скажи сынам Израилев, если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу тебе, то врагом буду врагов твоих и противникам противников твоих. Как можно хранить то, чего не получал? Что можно спрашивать от православных, если от них скрыли Библию? Слово Божие! И они совершенно ничего не знают и не понимают из Писания. Вздумал кто-то покреститься и от болезней получить облегчение. Он в ту же минуту приходит и ему лоб смочит мокрой ладошкой и священник. И тут же причастить его. А если был в детстве уже моченый, то приходи, тебе даже платить не нужно. Как замочение макушки головы и причастись. Вообще нет ни катехизации, ни эпитемии. Простор гибельный, свобода на смертном ложе, второзаконие. И так знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Первый параллельпоминон. Господи Божий Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек все расположения мыслей и сердца народа твоего и направь сердце их к тебе. Псалом 77. Они не сохранили завета Божия и отрекались, отреклись ходить в законе его. Самое драгоценное, что вручил Бог людям, изданным из рай, это его святое слово. И его никто так искусно не скрыл, как те, кто носит имя его служителей. Они его заменили уставным богослужением и требами на непонятном языке. И что они говорят, народ, и не пытается понять. Ему нравится эта таинственность, что будто бы что-то совершается тут сакральное, в этих движениях, маханиях, и уму нет места. И нет необходимости что-то испрашивать у Бога. Все в этих словах, в определенном порядке составленных. И когда какие-то люди в нерабочих одеждах эти слова проговорят, то что-то где-то совершится, и что-то как-то исполнится, и нам как-то это может на пользу оказаться. Вот такую религию тьмы и суеверию измыслили попы в царстве поповском. Бог не нужен тут, как Бог любви и сохраняющий милость, и помогающий сохранить его закон. Псалом 77. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Иоанна. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам, Иудин. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Мне очень хорошо известна лютая, беспредельная ненависть патриархийных попов и архиереев к тому, что здесь говорится. Они враги истины. Конечно же, это все они воплощают в конкретную личность к тому, кто написал это, и лютуют, лгут непрерывно. И во всем у них сквозит только то, чтобы только их не разоблачили. А ведь были же когда-то такие же мальчишки, Кольки, Сашки, Володьки, Валерки, Сережки, но вот разнюхали дармовое и безразмерное церковное корыто, и залезли в него передними, а постепенно и задними ногами. И ни разу-то голову к небу не поднимут. Кто же там есть? Кому эти славы и аллилуйя не поют? А если он есть, то неужели бы он оставил народ свой, чтобы не дать им закон описанный? Так почему же хранители тьмы скрыли этот закон? А учат народ поклонению только мироточивым иконам, мощам да крестным ходам, морят народ его, галатам. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас, Ефесянам, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, евреям. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его, мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца, откровение. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которые придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле, Третьей Ездры. Но отцы наши, приняв закон, не исполнили его, и постановлений твоих не сохранили, и хотя плод закона твоего не погиб, и не мог погибнуть, потому что был твой. Но принявшись закон, погибли, не сохранив того, что в нем было посеяно, Сирахов. Да сохранит милость свою к нам, и в свое время да избавит нас. Выдавая замуж свою любимую дочь, отец, хранивший ее столько лет, теперь отдает ее на сохранение в чужие руки, в руки ее мужа. Как будет он теперь с ней обращаться? Как с собственностью? Какую можно продать, разломать, выбросить? Или как с ценностью? Какую она в семье ощущает и поддерживает эту ценность через полное послушание верующему мужу? Или с первых же минут показывает, что она не стоит того, чтобы ее ценили и сохраняли. И она начинает биться с доглавенством с мужем, который является ее главой отныне. Тавия. Потом сказал дочери своей, почитай твоего свекра и свекровь, теперь они родители твои. Желаю слышать добрый слух о тебе. И поцеловал ее. И едно сказала Тавии. 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 Возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сары, дочери моей, дабы я возрадовалась перед Господом. И вот, отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчая ее. Сколько я дал вам наказов, и вы почти ничего не сохранили. Чтобы вели занятия, наказал посадить черенки ветлин, около 400 штук, по метру длиной и диаметром хотя бы по 3 сантиметра. И будут укреплены берега Сирахов. Милостыня человека, как печать у него, и благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Дело не в бедности, что у тебя там мало друзей, а в том, что ты не можешь определить, видишь ли Христа в тех, кто рядом с тобой находится. Сохраняй добрые отношения, уже приобретенные, и приобретай новые. Храни в душе радость, даруй ему в перенесенных страданиях, храни здоровье и береги его. Тоже, видно, перевернул кассету, и все, оторванное. И все пока, как сострадать.